Мир вам и Божье благословение! Пасхальный период завершается седьмым днём, антипасхой. Затем приходит день понедельник. Лёгкий такой передых и подготовка к встрече с мёртвыми нашими. Обычно в Савянском мире и в Российском мире праздник Радуница. Да, это Пасха усопших, когда во вторник мы приходим на кладбище на могилы и говорим им «Христос воскресе!», поём пасхальные гимны, призываем священника, очень важно призвать священника, чтобы хотя бы кодилам покодил и сказал «Христос воскресе!» «Приносим на могилы крашеные яйца, куличи и нужно воздержаться от принесения спиртных напитков. Никакого пьянства!» Верующие усопшие и неверующие усопшие ждут нашего прихода, чтобы мы помолились Господу и потом уйти им и закрыть двери рая до следующей Пасхи. Но это воспоминание усопших родилось не только в христианскую эпоху, оно было известно от Адама с Евой и в языческую эпоху. «Ибо связь с усопшими всегда существует, есть, была и будет, и она полезна живущим». И вот радовница христианская – это не просто память, это общение в духе веры, в молитве, это подготовка к всеобщему воскресению и страшному суду, когда это всё совершится. «Ибо не умирает человек, а уходит в обители Господние, где Господь устрояет жизнь». На кладбище, во-первых, нужно вести себя так, как на приёме у президента, как на приёме у хирурга. Подготовить себя добрыми воспоминаниями, молитвой, церковной панихидой и литургией за усопшего. А до этого нужно на кладбище прийти, очистить, убрать могилу, создать эстетику и культуру красоту. Это домик, где живут кости, прах наших усопших. Души их в небесах, души в другом месте, но они наблюдают, и как мы ухаживаем, и как мы молимся. Войдя на кладбище, нужно перекреститься трижды и сказать «Упокой Господи души всех зележащих усопших, православных и требующих молитвы». А прийти на могилу нужно прочитать молитвы, какие вы знаете, хорошо бы знать из-за упокойные. Если есть возможность, пригласить священника, чтобы он ослужил панихиду. Раздать милостыню в церкви. Отнести на опоминальный стол продукты, какие любил ваш усопший. Специально купить свечи. Хорошо, 12 свечей. Но хотя бы три обязательно необходимо ставить. Кладбище, наполненное особой духовной жизнью. Мы об этом должны помнить. Но кто идет со злом колдовством, вы сами попадете в ад и будете у дьявола страдания. Как Господь мог допустить искушение Адама и Евы? Неужели не досмотрел? Господь дал свободу человеку, чтобы человек свободно избрал добро и зло. И про матерь Евы избрала свободно заблуждение. Человек своим трудом может только достичь рая. Мы не были предназначены без труда, как кукла Барби, попасть в райские удовольствия. Мы обязаны были в лице отца Адама, про матери Евы трудиться. Но дьявол вошел в эту систему. А мы согласились. Господь все досмотрел. Твой человек ценит, что заработал, а не то, что украл или даром получил. Поэтому должны помнить, что Господь все видит. А чтобы было воздаяние, оно будет страшный судный день в последней трубе. Там мы все получим. И на этот вопрос ответ, почему Бог мог не досмотреть. Бог все досмотрел и поручил человеку, чтобы человек даже сравнялся с Богом. А человек сравнялся с разрушительной демонической силой. Мир вам всем! Божье благословение! Помните, глаз Господний и голос Господний всегда с нами. И мы обязаны отвечать исполнением того, что обязаны делать. А именно познавать Господа. А мы обленились и разрушаем сами себя. Ничего не знаем. Пора бороться с невежеством. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok